всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду перечень ингредиентов и основные этапы готовки как всегда в конце ролика прочитаете и в описании под роликом они тоже есть сегодня меню классическое сочетание русской кухни уха и растягайчики на ржаном тесте рыбные это совсем не сложно и это очумительно вкусно а чтобы не заламывали руки с криками надежды все это найдем вместо классических для русской кухни сетра белорыбец или стерляди на ходу и конец я возьму ту рыбу которая есть практически в любом рыбном магазине для бульона голову и хребет семги для начинки кусок филетотрески и она же с кусочком семги и в уху пойдет но ночное замешивание опары для ржаного теста обычно ржаное тесто бродит долго не менее 8 часов но сегодня рецепт быстрый поэтому жидкую опару поставлю на пшеничной муке мука вода и перемешать дрожжей надо совсем мало на 50 граммов муки всего 1,25 грамма свежих прессованных это кубик со сторонами 1 сантиметр если у вас сухие дрожжи то в два раза меньше по весу в два раза естественно все оставлю накрыв крышкой в духовке включив лампочку для тепла на три часа опара ставится в данном случае не для того чтобы тесто потом разрыхлить нет разрыхлитель я потом добавлю в тесто химический соду и лимонную кислоту опара в данном случае ставится для того чтобы она закисла и придать вот этот вот кисловатый привкус тесту ржаному пока же надо сварить бульон для ухи в кастрюлю отправляется голова у меня половинка головы хребет лук половинками морковка крупно рубленая вот так теперь довести до кипения снять шум убавить огонь и варить при слабом кипении минут 25 бульон готов у меня перерыв вернусь на кухню минут за 15 до окончания брожения опары продолжаем разговор надо подготовить начинку для растягаев и все остальное для ухи начинку как я уже сказал пойдет треска резать ее надо не очень мелкими и не очень крупными кусочками и обязательно лук может кстати пойдет и в уху потому что в бульоне вот у луковицы было недостаточно но чтобы он там не плавал а буквально растворился до невидимости рубить его надо очень мелко и закладывать минут за десять до окончания готовки теперь неожиданный для многих момент в начинку нужно обязательно добавить копченой рыбы у меня скумбрия сочетание свежий и копченый да совершенно потрясающий вкус еще один неожиданный момент яблоко отвечаю будет сногсшибательно вкусно осталось немного зерна кориандра и черного перца надо размолоть и тимьяна у меня свежий но можно и сухой брать и теперь немного вяленой клюквы начинка готова заметьте я не солил потому что скумбрия у меня соленая опара готова ну все осталось замесить тесто и налепить растягайчиков сюда отправляется растопленное сливочное масло соль сахар разрыхлитель помните говорил про смесь для разрыхления теста вода и яйцо сметану теперь перемешать до полного растворения соли сахара сейчас кладу ржаную муку месить долго не надо это не пшеничная мука глютенов немало клейковину развивать не надо до однородности замесили все готово остается разделить тесто и подкатать шарики в таком же духе все остальные леплю готово духовка у меня уже разогрета до 200 градусов надо взболтать яйцо с щепоткой сахара ложкой воды и смазать их выпекаться в моей духовке все будет минут 25 27 вы же смотрите по своей духовке не все пекут по-разному теперь картошка для ухи кстати заметили насколько просто с таким ржаным тестом работать бульон и довел до кипения картошка белка нарезана так что минут через пять положу лук еще через пять рыбу и пряности с солью вот это тесто обалденное совершенно оно такое в готовом виде легкое сыпучие слегка похоже на песочное это тесто для ржаных лепешек которые знаете такие по ГОСТу бывают очень похожее тесто есть что в этом здесь немножко кислоты побольше потому что сметана добавлена сочетание вот такого слегка слегка сладковатого с кислинкой теста с свежей рыбой с копченой рыбы с клюквой с яблоком кисло-сладким это это офигительно пора уже кстати лук сюда отправить минут через пять уха будет готова еще минут через десять и растягайчики ухо как раз настоится отдельно хотел бы сказать по поводу около кулинарного бреда распространяемого всякими псевдо знатоками например известная байка о том что для того чтобы уха пахло костром в нее нужно запихнуть самом конце головню умники головня она покрыта углем уголь абсорбент он не распространяет запахи он их впитывает наоборот этот уголь вообще в порошок толкут потом присут таблеточки в аптеке продают как раз-таки для того чтобы при всяких отравлениях человек принял этот уголь все все впитал а не распространил головней на природе из котелка шум убирают и всякий мусор который от костра когда там бревна шурудили туда нападал если кашевар не однорукий выберу ничего в кастрюлю в процессе не валилось не на туда бревна пихать никакого запаха это не добавит а аромат дымка на природе от самого костра идет они от бревен которые в котелки пихают вторая девацкая затея водки где надо фуху плеснуть уха во время приготовления кипит температура кипения 100 градусов водка это смесь воды и этилового спирта этиловый спирт кипит при 78 градусов что с ним произойдет если его в уху с температурой 100 градусов плеснуть да то же самое что если водички плеснуть на сковородку раскаленную до 150 вода моментально испаряется также и спирт при попадании в кипящую уху моментально испаряется никакого спирта там не остается если уж так хочется жертвоприношения водочкой принести да лучше в себя ее плесните а не в уху долгожданный момент пробы ночной конечно сушиться с бульончиком даже сказал ой обалденный все-таки вот это вот белая рыба дает такую сладость бульону обожаю а я уху солил поэтому такой сладко-соленый классный будем бульон такой наваристый сытный так естественно со стегайчиком надо со стегайчиком слушайте вы не представляете насколько это вкусно вот это вот копченая скумбрия это кисло-сладкое яблоко это кисло-сладкая клюква это свежая рыба которая дает потрясающую сочность лук который тоже дает сочность и сладость одновременно и очень нежная тончайшая рассыпающийся тесто такой рассыпчатый классная с бульончиком еще разочек и опять растягаечка русская кухня рулит однозначно любые национальные кухни которые не превратились во что-то новое на которые соблюли традиции и при этом эти традиции нормально впитали себя новые вкусы новые ароматы избавились может быть от различной жирности которая была сто лет назад в моде так скажем это что-то потрясающее ну вот это вот это просто чудо приготовьте к тому же это выглядит наверно страшно да но на самом деле да я сегодня вот начало момента приготовления от начала замеса до вот этого момента до момента когда я пробую провел дома 4 часа но из этих четырех часов я потратил непосредственно на кухню на готовку с учетом мытья посуды в промежутках но от силы час от силы час потому что замес теста ну сколько две минуты на то что замесить опару и после этого пять минут чтобы вымесить само тесто нарезать начинку всю потратила я ну минут десять из этих десяти минут половину наверное скумбрия заняла на уху тут вообще делать нечего лепка заняла потому что я не каждый день леплю и не очень ловко мне это получается лепку меня залила общей сложности наверное минут пятнадцать где-то может даже двадцать то есть где-то по минуте по полторы на один растягайчик ну час трудозатрат четыре часа провел дома периодически приходя на кухню и получил вот такой великолепный обед можно и гости не такой вид приглашает они будут просто в восторге приготовьте это фантастически вкусно и достаточно просто огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока кушать и